И добро пожаловать в очередной выпуск так полюбившегося вам инди-тревел-пати. Всем привет! Сегодня у нас будет самый мужской выпуск из всех, которые у нас были. Настоящие мужики проверят себя на разные способности. И мы поехали! Первый у нас по списку одно из самых экстремальных развлечений на Пукете это пейнтбол. И помогать нам будут сегодня, между прочим, гости Пукета. Это Сергей и Алексей, которые приехали сюда отдохнуть. Здорово, пацаны. Как часто вы приезжаете на Пукет? Давайте с этого начнем. Ну где-то раз в год. Нравится вам Пукет? Ну а когда-нибудь здесь на Пукете были на пейнтболе? Нет, не довелось. Нет, пока нет. Ну что, сегодня, значит, проверим, на что способны понаехавшие на Пукет. Поехали. Идите, получайте, ребят. Давай-давай, вон туда, получай. Это как в армии. Нам надо это или нет, ребят? Не надо нам это? А мы что, снимаем, что ли, влог крестоносцев? Зачем же кольчугу? Прикольно было. У меня есть уже. У Мани греет. Волосатая кольчуга есть. Тяни, не тяни. Она мягкая, она не защищает, она греет. Нет, защищает от холода. Да. Надеваем форму и в танк. Ну что ж, Тём, нам надо с тобой определиться по командам. Я предлагаю сделать это стандартным методом. Каждый из нас выбирает одного человека. Просто показываем пальцем. Просто показываем, да. Ваня, иди ко мне. Ты в моей команде. У нас две команды. Команда жёлтых и команда красных. Главная задача на сегодня – захватить флаг врага. Плечо. Мы чё-то как-то пока не разыграли. Вообще, я всегда очень хотел попробовать, что такое модельный бизнес. Ну, именно с серьёзной точки зрения. Потому что меня как-то однажды пыталась Настя фотографировать. Естественно, я посмотрел на себя, и это было просто ужасно. И мне интересно, ну, люди же как-то делают фотографии серьёзными лицами, на обложке. Для меня это было, ну, прямо очень большое жгучее желание хоть раз попробовать с профессионалами, что это такое. И для этого мы сегодня пришли на пляжную фотосессию к профессиональному фотографу на Пукете и нашей хорошей знакомой Насте. Это Настя. Всем привет. Идеи Макса я поддерживаю всегда. Тем более было хорошо сказано и красивое слово – моделинг. Решил попробовать, конечно, почему бы нет. Профессионально в этом никогда не был задействован и в этот раз согласился с удовольствием. А я здесь вот представлю модель Машу и модель Валерию. Профессиональные фотомодели. Девчонки, короче говоря, нас часто воспринимают очень несерьёзно и считают, что мы, кроме как вот троллить и шутить друг на другом, больше ничего не умеем. Мы сегодня решили научиться чему-нибудь профессиональному. Ну, например, побыть профессиональными моделями. Мы очень хотим, чтобы вы нас чему-то научили. Сможете ли вы это сделать? Конечно. Да, конечно. Конечно. Позно. А мне сколько поздно. На самом деле несколько поздно просто. Ну, это всё серьёзно абсолютно. Мы хотим, вот знаешь, вот как на журнал, вот на обложку. Как футболисты фотографируются. Когда, знаешь, там что-то часы, там что-то как-то рекламируют, там серьёзные лица такие и так далее. Я вот так покажу. Мне стыдно, Тёма, подожди. Подожди. У меня есть потенциал. Вот, подожди. Я думаю, твоего потенциала хватит на двоих. Хорошо. Давай, ладно. Первое, нужно продумать образ. Снимайку, я его надо снять. Пупок покажи, Тёма. Ты тоже думаешь? Ты что, сразу? В рекламе джинса Кельвин Кляйн. Тёма, давай Кельвин Кляйн сделаем. Хорошо, сейчас. Если у тебя красивый пресс, нужно его показывать. Выгодный рамп. Тёма, какая у тебя выигрышная сторона? Ты! Давай, давай, давай. Вверх, выше пояса. Надо показать вот эту часть, чтобы показать руки. Блин, мне понравилось. Было здорово. Было интересно, потому что девчонки показывали. Фотограф ходил и всё время говорил, покажи мне, покажи мне страсть, покажи мне эмоции какие-то. Это было смешно. Вот, вот, смотрите, мне кажется... Блин, гад, он профессиональная модель по умолчанию. Сейчас будет шоу, потому что я никогда в жизни не моделил. Мне что, тоже снимать это или как? Чтобы быть наравне, конечно, снимай. Потому что стыдно. Мне нравится, спортивный. У Максима со спорта это только вот цифры. Делаем рекламу часиков. Вот это да! Давай, Макс, садись просто вот так. Мне кажется, это просто фотография была. Максим сидит на камне. А сейчас будет фотография Максим в движении. Если честно, это было очень сложно. Потому что, ну ладно, поприкалываться, посмеяться, сделать фотографию там простую. Это на самом деле может любой. Но вот своё тело почувствовать и что это такое, не, ну для меня лично это было действительно очень сложно. Я сделал это! Я вам скажу, совершенно не сложно оказывается моделить. Абсолютно. Я думаю, что мы теперь стали профессиональными моделями. Ну, возможно. А теперь давай-ка попробуем в парах. Скажите, есть какие-нибудь нормальные позы для двух мужчин? Или вообще это нереально? Реально? Но из разряда, думаю, вот так вот. Вот так нормально? Да. Всё, мы запомним эту позу. Мы все так будем фоткаться, если попросят. Здравствуйте, это Мария Эвия. Мария, это путешествие по острову Пуке. Да, мы, значит, на пляже, не помню, как он называется. Ну, не важно, красивый. Да. Красивый, как мы. Давай тупить на карьере. Вот тут ребята какие-то, ну, не такие красивые, как мы. Да. А что-то пытаются делать. Ну, посмотрим, да. Что-то они пытаются делать. Мне кажется, вот это не работает. А что работает? Я думаю, девчонки знают, что работает. Давайте в парах, но с девчонками. Мы за. Я на камушке. Я тоже, я старый, я посидеть хочу, Тёма. Самая, конечно, приятная часть, это была парная фотография, ну, или даже групповая фотография. Потому что, ну, красивые девушки рядом, это очень здорово. Это прям, наверное, ну, была любимая часть нашего мероприятия, скажем так. Знаешь, что классно, Тёма, здесь во всём этом? Вот, вот. Что мы с тобой просто сидим, а они вокруг нас просто делают красивую фотографию, понимаешь? Было интересно. Мне понравилось фотографироваться все вместе, потому что это всё же было легче. Девчонки говорили, как правильно встать, наше дело с Максом было просто сесть, а они вокруг нас ходили. Это облегчало работу. Тут камень под наклоном, извини, пожалуйста. Пусть понимаешь, что такое работа. Да-да-да, я же всё думал, что это очень легко. Как тебе сказать? Маша, у нас контакт. Тебе только близко не надо, а то я же не железный. Тем более я один. Сконцентрируйся, смотри камеру. Что, вот так? Вот так мы делаем. Маша. Это работа. Маша, это работа. Давайте быстрее, он скоро упадёт. Со стороны это выглядит очень неудобно. То есть всё это фигня, что клац-клац посиди красиво, это неправда. Это очень тяжёлый труд. У нас уже на вот эти все выставляния, на сиденье и просто выбрать нужную позу уже пару часов ушло. Офицер ранен. Офицер ранен. Офицер ранен. Субтитры сделал DimaTorzok Да, что-то мало Я предлагаю небольшой челлендж Чтобы было понятно и чтобы потом Никто не мог сказать, что это все фуфло в меня не попали Мы играем без бронежилетов Мы не сбежим Я вот сейчас сниму Сома, блин, в своем уме вообще Воздух Давайте, пойдемте, раздеваемся Не, а у кого осталось, у того осталось Давайте делим А что вы два раза Так я принес очков много Все, а теперь очков меньше принесешь Цель оправдал эти вложения Больше всех потерь принес Наши, вот это ваши Не давай ты ему А что у них там дележка строгая Да, вот Я даже Я даже друзьям, своим сослуживцам отдам Еще по одному Да Дамы и господа Вы, наверное, помните, что в прошлом выпуске Мы с Темой не понаслышке Узнали, что такое выстрел Из пейнбола По живому человеку Давайте это так назовем Да, ну и сегодня мы решили, так сказать Улучшить результат И наши гости Пукета Теперь тоже на своей шкуре Прочувствуют, что это такое Погнали, команда Выбора, конечно же, нет Потому что вы в команде Инди Тревел Мы поехали Пусть улы Я не знаю Просто, бля, в упор руку расхерячило. Что, все, что ли? Не, пацаны, я лучше оператором буду. Ну, вас нахер. К деньгам. Короче, расстреляли меня прям, ну да, после такого не вышло. По касательной еще ладно, вот когда впрямую попадает, видишь, аж до крови. Я один, видишь, вот тоже. Вот, вот это я понимаю, честно, игра сейчас была справедливая. Красавцы! У тебя второй сосок появился. Не вижу. Рядом здесь два. Не вижу. Вообще жёст. Вообще капец. Кожа слезла, кожа слезла. С одной стороны один лупит, с другой... Другой лупит. Так, а ты его толкнул. Там всё, человек ранен, я уже лежу, не двигаюсь, всё. Он пошёл зал еще, я ему забешник сказал. И то вам, короче, свезло, то у меня баллон закончился. Так он у тебя всегда заканчивался. Красавчик. Хорошо, что Аполлон. Я думал, ты скажешь дрыщ. Как всегда. За дрыща меня считает. У тебя хороший рост, видишь, у меня слезла. Это единственное, что у меня хороший, я понял. Слушай, ты друг. Вот ты друг. Давай чаще встречаться. Ты будешь мне говорить комплименты. Единственный человек. Модели, которые уже имеют седые волосы, сейчас очень популярны. Да, очень модные. Мужчины, да. Ты сейчас вот зачем сказала, что у меня есть седые волосы? Шутка про седые волосы, это не от меня, не от нашей компании. Это да, я уже заметил. Это со стороны пришло. А у него дверь, а у меня одна была. Ну, в общем-то, на этом мы, наверное, закончим сегодня. Как видите, прекрасные фотографии получаются с прекрасными моделями и замечательными фотографиями. Как нет? Ну, вы прошли только мужскую часть данной профессии. Да. Нам больше ее не надо. Скажем так, я даже усвоил курс. Должен так сказать, очутиться в нашей шкуре, прочувствовать все прелести моделинга. Полностью, весь спектр. Да. Что у вас в руках, вот это расскажите. Это для вас. От вашего сердца, ребята, это вам. Тема, опять вот это, зачем вот это начинается? Нет. Это было реальным сюрпризом. Когда нам это показали, мы сначала подумали, что это некая шутка. Но они на полном серьезе стали нам говорить, что так и надо, что это действительно тренировка. Если мы хотим быть профессионалами, то мы обязаны почувствовать, что это такое. Я, конечно, может быть, тупанул с одной стороны, но я им реально поверил. Вы обязаны это сделать. Нет. Да ладно. Это последний. Если одеть сейчас вы имеете в виду? Да. Потому что это, да, надеть. Да ладно, тёп, я не буду это делать. Нафига это надо? Да луны без этого ничего не выйдет. Там для питья нету ничего. Мальчики модели тоже так тренируются, поверьте. Модели так тренируются? Мальчики? Да, конечно. Это скрепощает. Это вам очень поможет. Серьезно, что ли? Без этого никак, ребята. В начале я думал, когда девчонки нам предложили свою одежду, думал, ну естественно, как бы модельное там красивое платье, может какие-то юбки на крайний, на крайний случай. Но ни в коем случае не купальники. Ни в коем случае такие яркие купальники. Они прям как специально подбирали. Но это ни в какие рамки не помещается просто. Это какая-то чушь, по-моему. Это не гомосятина. Нет, это серьезная работа. Это важно, надо сказать, это не гомосятина, она у меня истерика. Это гомосятина. Ты что, женский? Давай погоним, давай погоним. Ладно, давай, чисто поржем. Поржем. Чисто поржем. И вы поржете. Пошли, ладно, пошли. И у нас снова еженедельный конкурс. И в этот раз мы разыгрываем три экскурсии на острова Джеймса Бонда. Условия конкурса будут до невозможности просты. В принципе, точно такие же, как и были в прошлых выпусках. Первое, это нужно быть подписанным на этот самый наш канал Инди Тревел. Ну и для того, чтобы это проверить, нам нужно, чтобы ваши профили были открыты. Но тут уж на ваше усмотрение, смотрите сами. Второе, это быть участником группы Пукет Чип Тур ВКонтакте. Третье, в группе Пукет Чип Тур ВКонтакте будет конкурсный пост, которым нужно поделиться у себя на странице. Именно оттуда с группы Пукет Чип Тур ВКонтакте к себе на страницу. Причем поделиться нужно с особой фразой. Розыгрыш экскурсии на острова Джеймса Бонда. Эта фраза обязательно будем проверять. Ну и четвертое, в комментариях к этому ролику на Ютубе, не ВКонтакте, а именно на Ютубе, мы пишем хэштег Хочу к Джеймсу Бонду. И, естественно, ссылка на ваш профиль, где вы поделились тем самым конкурсным постом. Как видите, условия довольно просты, поэтому не думаю, что у вас какие-то возникнут проблемы. Ну и, естественно, ждем пятницу, потому что именно в пятницу по традиции в 12 часов дня по Москве мы делаем розыгрыш в прямом эфире, где и узнаем тех самых трех счастливчиков, которые поедут на экскурсию на острова Джеймса Бонда. Удачи вам, а мы едем дальше. Блин, девчонки, это че за ё-моё, блин? Ребята, дело в том, что это было сутка. Это че за оно? Это было сутка, ребята. Вы че, блин? Это как это? Никто не ожидал, что они пойдут до конца. Офигеть! Это шутка была? Кенизку, которая переборщила эту тварь и там еще наборниками. Блин, когда выяснилось, что это была всего лишь их шутка, нам, конечно, было довольно стыдно. Слава богу, что там не было никого на этом пляже, кроме нас. Ну да, зато поприкалывались, пошутили. Но, честно говоря, я даже не знаю, как теперь самому на это реагировать. Это была шутка? Встали, спросили, подняли бедро. Главное, чтобы наши синяки не были видны с прошлой съемки, блин. Попа всегда должна быть в кадре красивая. Попа красивая? Попа поднять, округлить бедро. Мы ставим финальную точку во всех ваших комментах просто, что мы с Темой, возможно, немножко не все. Мы нормальные, скажи, Макс, скажи, мы нормальные. Да, да, и пускай за это нас не ругают. Они нормальные. Нет, пускай не ругают, пускай не ругают. Несколько еще подняли бедро. Поставили ручку сюда. Я не подписывалась на это. Я уверен, что, конечно же, сейчас куча комментов будет по поводу того, что мы там какие-то странные или не странные, ребята. Это просто была шутка. Над нами в кои-то веки девчонки пошутили. И, ну что ж, раз пошутили, ну, значит, пошутили. Это было очень смешно, я вам скажу. Мы не такие. Первый и единственный раз в жизни больше такого никогда. Ребят, если вы думаете, что мы это делаем каждый день и нам это нравится. С одной стороны, да, мы любим прикалываться, но... Мы заходим далеко, но не переходим границы. Это вам. Дорогие друзья, как выяснилось, моделить это совершенно нелегко. Это очень тяжелый труд, как выяснилось. Весело, интересно, остаются хорошие воспоминания о пребывании на Пхукете и, главное, с профессиональным фотографом. И обязательно с двумя прекрасными моделями. Маша и Лера. Если вам нужен профессиональный фотограф на Пхукете, то Настя, которая с нами сегодня провела целое утро, тоже будет в описании под этим видео. А именно ее инстаграм. Инстаграмы, девчонок, мы оставим внизу в описании. Подписывайтесь, лайкайте, наслаждайтесь красотой. А мы едем дальше. Мы посчитали, что это слишком легко на сегодня, поэтому будем играть в некую, так скажем, дуэль. Заряжаем три каких-то автомата. Причем, Валюш, делаешь это ты, мы все отвернемся. И подбегаем к автоматам, и каждый хватает, какой первый видит, который ему понравился. И сразу же стреляет в соперника, то есть человека, стоящего напротив. Ну, соответственно, русская рулетка. Если есть у тебя пулька, ты стреляешь. Если нет, попадают в тебя. Подбегаешь, взял автомат, отошел на три шага, стреляешь в людей. Еще раз объяснить. Все, понятно. А если, подожди, если у тебя попали, падаешь? Как хочешь. Да кручисто еще, ембельок! ААААААААААА buscar... Пой-ой-ой! Всё! П***! Лежу по центру мейтона! Ааааааааааааааааааа! Козавчик вообще! это было круто сломалось все во вторых туда никто ничего не насыпал и даже подстава была мое ружье забрали вот это самое между пальцев как-то хочешь не попадешь короче говоря прикиньте не знаю что у меня нету вот короче до крови вот тема какая штука здесь и где-то а ну между палец неинтересно и в голову ему еще попали но я был в маске обязательно будьте в маске Ваню спасла на самом деле волосатая кольчуга волосатая кольчуга и вот да два выстрела здесь манту у него еще есть да вот видите мы назвали это манту это только у новичка только одно попадание вот какая штука красавка ну это за нас двоих потому что в меня как-то не попали не видно ни разу а ну вот одна только на поясне в тех мы стреляли короче говоря в этот раз у нас по наехавшим повезло мягко говоря да у меня-то чуть-чуть не в руку ранение и вот вот это вот это тоже синий на самом деле меня не попали это мы вчера с Валюхой на этом наш день подошел концу был хороший увлекательный и по-настоящему мужской сильный день заметьте мужики играют в нормальные игры о видите что творится мы заодно сегодня еще профессиональными моделями стали кстати с темой большое спасибо нашим гостям пукета с нами было здорово и если кто-то из вас дорогие друзья хочет присоединиться к нашей компании то под видео будет ссылочка куда вы должны прислать короткое видео достаточно одна минута где рассказать в какой-нибудь креативной форме почему именно вы должны участвовать в нашем шоу присылайте обязательно и кто-нибудь из вас тоже поучаствует с нами большое спасибо не забываем подписываться на все наши каналы серёга с Валей канал dream and travel ссылочка внизу тёмин instagram тоже ссылочка внизу ну и наш естественно канал подписываться стоит все увидимся с вами ровно через неделю инди travel party спасибо а а